и повернемся добрый вечер друзья продолжаем серию эфира с ведущими фестиваля шоу-игр звезды игропрактики и сегодня нас гостях анна галкина и я расскажу один маленький секрет но после того как они про себя расскажут а добрый вечер расскажи про себя кто ты добрый вечер ну в первую очередь последние неделю назад мы вот стали выпускниками школы практической психологии оля лебедева или и елена шаипкина наши прекрасные преподаватели вот мы сделали это закончили прошли курс вместе весело играючи но со своими интересными процессами вот а я телесный психолог и совмещаю как системный психолог дипломированный пять лет назад закончила и телесно ориентированная психология психосоматический подход и вот в этом в основном подходе я работаю через тело мы разговариваем с человеком и смотрим где зажимы где блоки которые мешают человеку жить здоровом теле радостно счастлива и вот мы исследуя идем в такое путешествие телесное находим зажимы высвобождаем соединяем голову с телом потому что люди часто живут в голове не чувствуя что у них есть еще и прекрасные пальчики и плечики и ножки ручки они начинают чувствовать это оживать вот это если коротко я да игра практик ведущая игры ольги лебедевой такой вот женщина-кошка мяу-мяу уже начинаю мяукать в образе а я думаю нашим участникам да кто посмотрит записи может быть но наш формат такой что мы хотим как можно больше познакомить с нашими ведущими наверняка будет интересно а как ты выбрала именно эту игру почему ты решила стать ведущей именно этой игры ну очень она мне отозвалась и очень близко тоже так как я телесный психолог там есть и про тело в этой игре что мы есть возможность включить какие-то запрещенные эмоции зажимы в теле через игру через задание в игре но играя в удовольствие по-женски мы это все себе включаем чтобы позволить себе слышать себя чувствовать что я хочу никто там не сказала что как хочет прекрасная женщина и в удовольствие жить и делиться этим состоянием прежде всего с другими и мой путь вот перед новым годом начался совершенно случайно как говорится не случайно в мир игропрактики меня даже никто не приглашал я край муха услышала вот фестиваль игр трансформационных а у меня как раз было состояние что я сижу и кофе пью утром и думаю стоп я уже не хочу больше так жить в замороженных эмоциях а если я живу то я же хочу жить ярко в удовольствие и радостно и вот как-то я на этот фестиваль попала и игра женщина кошка екатерина антипова и и проводила вот как раз мне включило то что у меня был запрос как раз легкость игривость радость наслаждение жизнью если я вот живу на этой планете земля и вот этим состоянием я это очень хорошо на себе прочувствовала я знаю как это делюсь с прекрасными женщинами это очень важно и потом вот прошла игру обучения с тобой сразу же до влюбилась сначала в игру потом познакомившись а такая зажигательная виду ну и ведущая и создательница и яркости вот эта страстность и красота и креативность это я про тебя до такой вот профессионализм тонкое чувствование понимания когда вот ведешь игру психолога-специалиста такое бережное отношение к человеку вот прям чутко понимаешь что как куда направить чтобы человек сам себя услышал то есть вот просто была восхищена вот этой вот страстностью увлеченностью жизни сексуальностью вот я прямо влюбилась я же говорю потом вот познакомилась с еленой шаипкиной которая прямо своим мелодичным голосом нас вот проводила в мир игропрактики вот как я говорю заслушаться сказки шахерезады вот такое за такая ассоциация возникла то есть очень много помимо того что мы знакомились с миром игропрактики было от вас как от профессионалов важных интересных применимых в жизни техник практик и вот чуткость тоже мы когда соприкасались с играми свои трансформации происходили и вы вот очень направляли всех нас этих начинающих до игропрактики могу рассказать секретный секрет дело было так что университет практической психологии мы говорим будем ли мы собирать курс в этом году они говорят вы знаете мы решили в этом году курс не собирать но сделаем перерыв то есть мы провели два потока один год второй год а вот в этом году который вот сейчас у нас да они решили сделать перерыв университет практической психологии а мы говорим а у нас есть желающие и вот а я тебе уже рассказывал наверное что ты стала тем самым человеком ты знаешь я сейчас говорю мне мурашки об которого мы сказали вот смотрите человек готов вот пожалуйста человек готов учиться да ты могла бы просто приобрести игру но ты приняла решение пройти курс и это было перед новым годом я очень хорошо помню потому что я вела внучку на утренник было холодно это был санкт-петербург такой знаешь промышей ветер снег холод и я с тобой разговариваю по телефону я внучку сдала на ну туда она танцами занимается балетом и хожу по улице с тобой разговариваю да ты мне что-то спрашиваешь на чаш поэтому я очень хорошо запомнила и значит ну все у нас есть первая участница первая участница есть надо курс проводить раз есть потом скажу по честному всего лишь у нас было знаешь наверно за неделю человека три возможно я не помню как то или за две недели и мне лена шепкина говорит оль проводить будем ему конечно будем да как три человека как мы будем а вот и потом мы сделали ну еще какое-то там движение да а потом сделали бесплатное первое занятие у нас набрался набрался курс 18 человек представляете вот как это бывает когда ты идешь до конца и поэтому а не вот с тобой абсолютно точно связана эта история что ты стала тем человеком который собрал всю нашу группу да у нас в этом году даже есть два мужчины а вообще мужчина они не очень в эту сторону идут да и вот они пришли сергей владимир это да для нас очень знаменательно следует что у нас появились на курсе мужчины а хочу спросить а скажи пожалуйста какие-то были может быть сложности ведения игры может быть ну какие-то такие ситуации непростые как ты как ведущая проводила эту игру и что там какие были особенности хочу сказать прежде всего я кайфую когда вот я настраиваю сначала меня включается своя вот эта женщина кошка игривая но в то же время я могу да и пошипеть и вот эти важные качества я в себе это включила и мне это прям вот очень сейчас помогает и через образ я когда иду на игру меня вот ушки есть я надеваю не видно и состояние у меня даже образ подобрался дома все есть для образа вот эти перчаточки там какие-то одежки ушки до который даже не надо было покупать и мне дает это мощное самой состоянии это считывается тоже людьми которые хотят вот девушками даже мужчины на одном из фестивалей такой мощный посыл почувствовали прекрасных женщин требовали почему мужчин не пускаю но мы их пустили попробовать они кайфанули но трудности в плане что есть задания такие в игре включи женщину включи кошку в теле и так как женщины привыкли оглядываться что подумают а что скажут люди как я буду вообще выглядеть то тут вот бывает они прям стопори им если предлагается простое действие сделать да выгнуть спинку через тело там поморгать глазками прям чуть-то я сейчас буду делать даже идут там я не хочу сначала но потом глядя кто посмелее включает позволяет себе это смело делать они глядя на них как они сразу глаза светятся сразу пробуждается что-то такое мужчины прям начинают слетаться вокруг хотите вот там и вот они тоже начинают пробовать и говорят да я тоже так хочу научиться делать смело выражать свои чувства эмоции не оглядываясь а что подумает это общество настолько это я заметила да мы как страх критики неудачи вот один из первых страхов у людей присутствует и вот эта игра помогает нам справляться легко играючи не уходя там в какие-то глубины психоанализа а вот так вот страстно а как у тебя что-то изменилось в твоей жизни в твоем поведении лично уже полгода практически полгода с тобой эта игра что-то изменилось в твоей жизни да конечно изменилось я же говорила что вот сижу и прям чувствую защита своей ситуации холод лед в таком состоянии жила и я включила вернула себе себя игривую страстную интересную даже просто вот в метро сижу в телефоне никого не трогаю мужчины выбегают на моей станции ему дальше ехать требует телефон там если клуб пойду тоже предлагают на джипе прокатиться мне уже слегка говорю за 25 вот то есть это все реально и быть вот этой женщиной ну мы все-таки женщины мы хотим нравится и слышать комплименты и игра тоже это включает так что потому что ольга лебедева вот вы вот сама такая же женщина вот это упражнение я запомнила на курсе было стубальной шкале сказать насколько я сейчас чувствую как это более оргазмичность состояние не впрямую да а сексуально же это не только действия а это вот это состояние жажда жизни и вот это упражнение все там ну 50 я тоже сижу учусь я же что-то чуть на 50 говорю а оля пишет 90 по моему процентов и вот это по-женски лена спрашивает а оля они многовато ли а оля говорит так а я вообще-то на отдыхе я вообще-то на курорте я могу себе это позволить вот так вот чувствовать себя так что такие вот и ведущие зажигалочки и авторы это просто огонь спасибо а а скажи пожалуйста а вот в профессиональной деятельности есть ли вот эта конверсия из игры люди приходят в работу работает ли эта система я каждый раз говорю что игра это хорошая воронка продаж люди знакомятся и приходят другие работы у тебя это работает воронка да у меня появились клиентки именно на запрос психологическое консультирование в общем-то я старалась через тело работать а сейчас пошло вот запросы переходим консультирование плюс даже если из личного мы сможем 28 лет живем и уже думаешь долго мы живем может уже пора разводиться но настолько вот за эти два месяца обучения что-то произошло во мне как-то знаете ли совершенно передумали мы передумали разводиться да и все как-то заиграла в новых прямо таких красках и тепло и страсть в то же время все это да это я еще не озвучивала но я это вот вот результат вот это правда дорогого стоит да так что вот такие они женщины кошки но опять же это метафора тоже многие не понимают что это такое за кошка и не кошка но когда начинают пробовать и чувствовать и вот это состояние здорово кайфово жить здорово это здоровое тело это наше здоровье и мы тогда и моложе выглядим и происходит регенерация клеток это я уже вот переключилась опять профессию я это наблюдаю вижу действительно это реально это возможно сохранять молодость и долголетие но важно вот это состояние понимать как это чувствовать женщина кошка помогает я от себя могу сказать знаешь мне как работает например у меня какой-то ну и как я называю я в эмоциональном нуле да не то что в нуле я вот сейчас вот у меня такой период тут кое-что случилось семье я прямо в яме вот просто в эмоциональной яме и тут же мне нужно новую ведущую сначала провести игру потом обучать я начинаю это делать все я все знаю я включаюсь я уже не помню никаких бедах проблемах вот обо всем что было только что я только включались ну пошла процесс все и все улетает это действительно как-то очень даже терапевтичного для меня как автора обучающий автор для меня это точно терапевтично когда я провожу игру или обучая новую ведущую я снова становлюсь легкой веселой ну вот пластичный да как какой бывает кошка мне кстати здесь ходит люся кошка которая такая черная пантера у нас тут ходит по даче и действительно это на этот кусочек прямо выпадаешь а потом приходишь и уже совсем другая то есть два-три часа прошло ты совсем другая твое тело стало иным и проблемы не кажется уже не таким большими проблемами себе проблемки задачки что скажешь тем кто придет к нам на фестиваль у нас на фестиваль придут у нас 70 мест мы еще друзья кстати приглашаем и это запись это посмотрит в эфире вот сейчас не на смотрит у нас в эфире а кто-то будет смотреть записи друзья у нас еще есть места что ты скажешь тем кто войдет в зал а у нас будет тринадцать столов за который стол сесть кому идти обязательно к тебе вот что ты скажешь кому лучше идти к себе потому что будут выбирать или туда или туда или туда здесь к тебе кому обязательно идти лучше всего ну я вот то что мы сейчас озвучили да кто хочет почувствовать кошачью свободу независимость и почувствовать свое тело свои чувства и эмоции если есть желание жить страстно легко радостно игриво красиво прям до бесконечности это в любом возрасте неважно сколько лет какой возраст и 18 плюс девочки приходили и 40 50 так что плюс то хочет а также если вот для кто придет на шоу звезд звезды игропрактики то есть возможность познакомиться и с создателями игры задать вопросы если вы хотите профессионально дальше вот становиться игропрактиком вот я почему пошла тоже я же стала знакомиться только с милором игропрактики и решила профессионально подойти к этому и вот записалась на курс не раздумывая хотя это было до перед новым годом курс начинался аж в марте то есть долго ждать но интуиция прям зажгла что мне туда нужно то есть если вы хотите вот тоже интересно узнать что такое трансформационные игры и вместе с с ведущими это курс два месяца длится всего лишь 33 33 вот я говорю на одном дыхании пролетели что оказывается три у меня по ощущениям вот оно и это так кайфово было драйвово вместе в этот мир погружаться в мир трансформации это действительно эффективно для своей жизни для качества для изменения своей жизни и кому это интересно обязательно приходите на фестиваль и подробнее узнаете познакомитесь и заприкоснетесь с миром игр и записывайтесь на следующий год а потому что наши выпускники получают удостоверение удостоверение повышение квалификации и о особенностях и о особенностях да какие бывают сложные участники как собирать игру вот все что вокруг этого мы тоже об этом говорили на курсе мне очень приятно что в этот раз на этом фестивале у нас ведущий наши выпускники это так приятно так здорово здорово да и дальше можно продолжить обучение может быть кто созрел создать игру самому да тоже вот замечательным ведущим и оле и елена ты еще не думаешь в эту сторону пока еще такого вот четкого нет ощущения я пока вот наслаждаюсь я вот думаю основной инстинкт меня еще игра интересует привлекает но это близко тоже тема ко мне вот может быть ее хочу или 50 оттенков женщины вот да и у нас кстати для выпускников специальные условия но мы это сейчас не будем говорить но имейте ввиду друзья если кто сейчас думает у нас для выпускников бывают специальные специальные условия классные кстати сегодня у нас только два выпускника оформили рассрочку Сережа и Жени Медведева то есть там и стоимость Анечка спасибо тебе за эфир буду очень и очень рада тебе в субботу уже я еще в Перми нахожусь мне еще билеты я еще не купила надо сейчас покупать лечу и мы обнимемся и встретимся потому что три месяца мы были онлайн и наконец-то мы будем живу и обниматься а приветствовать нас будет Николай Иванович Козлов это прям мэтр практической психологии и кто-то может прийти сфотографироваться это действительно очень такой значимый человек в мире психологии поэтому может у кого-то еще и такая мотивация может быть до встречи спасибо благодарю тебя за уделенное время всего хорошего до встречи пока-пока до встречи 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 до встречи